Продолжение следует... А потом Вероника расскажет про леттеринг на стоках. Потом еще обсудим всякое. Вот. Ну, насколько я понимаю, что все здесь собравшихся уже знакомы практически со стоками. То сильно не буду рассказывать о том, что такое стоки. Вот так, чуть-чуть. В общем, это сайты, на которых можно продавать свои картинки. Ну, не только картинки, есть еще видеостоки отдельно. Есть на обычных стоках тоже также возможно загрузить видео. Аудиостоки еще есть отдельно, но мы поговорим о картинках. В основном это вектор, эрастер и фото. Есть вообще кто-нибудь, кто фотографии загружает? Вы в одном портфолио загружаете вместе. У меня муж 4-5 лет назад зарегистрировался, тоже у нас на шахтале. Загрузил 10 картинок. Ну, это именно какие-то большие, какие-то на заводах, вот эти вот. Промышленный, промышленный пассаж. Да, что-то такое, да. И вот они, ну, он уже за 3 года, он ничего там не делает, просто 5-10 друзей, 30 долларов заработает. Ну, на самом деле, да, вот с фотографиями, если кто-то планирует их загружать, то очень круто какие-то темы фотографировать, которые труднодоступны обычным людям. Например, не знаю, у вас там есть знакомый какой-нибудь, который работает там по стоматологии, предположим, и может вас пустить там, пофотографировать какие-то штуки, к которым, ну, мало у кого есть доступ. Вот такие фотографии, ну, вообще будут очень хорошо продаваться, потому что, ну, потому что, да, мало кто может такие фотографии сделать. Вот, ну, в целом, если вы вообще планируете продолжать работу со стоками, то, наверное, если у вас времени меньше, чем хотя бы 2 часа в день, то, наверное, это, ну, большого смысла вообще не имеет, потому что сложно будет раскачаться. Ну, либо, если у вас, например, есть там много кто в декрете, например, там, есть год, чтобы активно этим заняться, то за этот год, в принципе, можно выйти на нормальный доход и дальше уже там 1 час в день тратить просто на поддержание этого уровня. Ну, это возможно сделать. Вот, а если у вас там меньше 2 часов в день, хотя бы там 5 раз в неделю, то, наверное, в принципе, нет смысла заниматься стоками, потому что, ну, будет практически невозможно раскачаться там и как-то конкурировать, в общем, с тем, что там есть. Ну, конечно, важно план какой-то составить для себя, потому что, судя по тому, что все обычно говорят, то основная, наверное, проблема в какой-то дисциплине, потому что, когда ты сидишь дома, ну, кому-то, в общем, сложно организовать себя и регулярно заниматься каким-то делом. Вот, мне кажется, это такое основное для начала работы, это составить план, ну, и его, соответственно, придерживаться. Можно даже, не знаю, с кем-нибудь договориться, просто с каким-нибудь другим стокером. Я так делала, но не со стоками, с другой своей задачей. Вот, и, например, друг друга проверять, типа, действительно ли вы там это делаете. Например, ну, вот, как-то, предположим, если вы решили заниматься спортом и ходить в зал каждый день, ну, там, или хотя бы через день, и вы сами себе решили, что я пойду, вот, через день буду ходить в зал, а потом можете не пойти туда. А если вы, например, договорились и ходите в зал с подругой, то вы уже не пропустите, скорее всего, занятия. Нет, может, и пропустите, конечно, но все равно будет какая-то ответственность перед другим человеком. Поэтому, ну, если вы не можете себя заставить загружать каждый день, то можно с кем-то договориться и, например, друг другу отчеты скидывать. Мне кажется, это достаточно хороший вариант для того, чтобы как-то себя дисциплинировать, и потом уже со временем, со временем вы уже просто привыкнете к такому темпу, и все. Вот. Что рисовать? Ну, на самом деле, ну, или фотографировать. Лучше всего рисовать или фотографировать то, что вообще вам близко, понятно и так далее. Потому что мы даже сталкивались с такими темами. Например, вот человек хочет что-то нарисовать, например, на тему йоги, потому что он знает, что, ну, сейчас это достаточно актуальная тема, но он ничего в этом не понимает, и он допускает какие-то ошибки в этих картинках. Соответственно, а эти картинки качают те люди, которые понимают в теме об этой. Вот. И если, соответственно, вы там допустили какую-то ошибку, например, там в позе какой-то или еще чем-то, то эту картинку просто, ну, невозможно будет применить, потому что, соответственно, она неправильная. И так, на успе, мне кажется, что с любой темой. То есть лучше начинать с того, что вам близко. Вот. Ну, и, соответственно, вообще анализировать то, что делают по этой теме, не только, не только... Сейчас, сложно. Короче, анализировать вообще, что по этой теме на стоках продают. Ну, соответственно, топы всякие, продажи и так далее. Но это не значит, что только там стиль или какие-то композиции, в принципе, все. Можно даже сказать, что там цветовую гамму и так далее. Потому что к каждой теме, в принципе, ну, как-то ассоциируется какая-то цветовая гамма определенная. Вот. Потому что, ну, видела я такое, кто-то рисовал детей каких-то в каких-то черно-серых тонах, и это было настолько мрачно. Ну, я думаю, этих детей вряд ли кто-то качал, потому что там такие вроде бы радостные картинки. Ну, тема, по крайней мере, там какие-то играющие дети в игрушке. Но это все нарисовано настолько мрачно, что, как бы, это не передает настроение темы, и поэтому это вряд ли кто-то скачает. Я надеюсь, там вопросы не задают. Я уже забыла про этот эфир. Вот. Ну, да, может быть, какие-то вопросы есть, как бы, поотвечать. Если фотографировать, допустим, электрические, я не считаю, электрические виды, тогда вот где-то, они же идут все с логотипами, со своими вот этими пляшками. Если, да, замазывают, в принципе, можно? Ну, да, да, можно, можно, конечно. Почему? Потому что я фотографировала скетч с кисточками. На кисточках читала, то есть мне этот скетч нарезали. Мне пришлось фотошопить и замазать на ванне, а кому-то или а почему-то расчетчиками там примут. Да нет, ну тоже замазать, если замазать, да. Вот у меня тоже такая идея. Регатки, признательность, потому что я имею доступ к эксмерам. Так же на парусах всегда номер, и можно замазать, как машина на улице. Да, да. Получается, тоже это все надо замазать, да? Либо как аудиториал заливать. Вот вы говорите, со временем, что с любым темам вам полегче будет ориентироваться, вы поймете спритегию, а какая у вас спритегия и любая тема? То есть от чего вы отталкиваете, когда вы садитесь за стол, допустим, открываете на бок, и вы думаете, что на боку тема мне нарисовать? Да. Но вы говорите, ближе всего это же должно быть еще актуально, как-то, да? Ну да, но... Как? Ну да, но я обычно собираю, ну то есть когда я сажусь и думаю, что мне нужно что-то нарисовать, но не то, что прямо нужно, у меня уже готов достаточно большой список тем обычно. То есть наоборот, у меня обычно тем больше, чем... То есть изначально вы сидели себе, придумали список, уделяли время только на то, чтобы эти темы... Ну да, да, да. Ну проще всего, мне кажется, да, сначала написать какой-то большой список тем, того, что там вам интересно и в принципе, что вы думаете, что может быть актуально, и потом уже, соответственно, вбивать на стоки, искать, что там есть. Ну либо вот сервис есть там... Какой я уже сказала? Нишлов, да, да, да. Вот, там тоже проверяюсь. Ну в целом, на самом деле, в чатах, ну если вы сидите там, ну не только в нашем есть много достаточно, каких-то стокерских чатов, и там на самом деле люди делятся достаточно просто тем вообще, что у них продается. Вот, и, ну, соответственно, это тоже можно как-то анализировать. Но это не значит, что там кто-то написал, что ой, у меня там продалась картинка с грузовиком, и вы вообще там, не посмотрев на... Ну, как бы там же не все делятся именно конкретной картинкой, то есть вы не знаете, как она выглядит. Вот, нужно тоже зайти, посмотреть, что там по этой теме вообще продается. Если вы рисуете в каком-то стиле, например, которого нету в топе этой темы, это не всегда значит, что не нужно рисовать. То есть можно попробовать, может быть, на самом деле, это что-то, что как раз наоборот вас и золотит. Ну, то есть очень много кто боится, например, вот когда говорят, анализируйте, заходят, смотрят, ой, тут акварели по этой теме нет, и не рисуют. Ну, а я, например, только акварелию рисую. Вот, и не рисуют. На самом деле, ну, нужно хотя бы попробовать, хотя бы нарисовать, не знаю, набор из 20 картинок, сделать там из них семилляры, и на протяжении там месяца или двух это по чуть-чуть вот загружать. И если там пройдет пару месяцев еще после загрузки этого всего, и вы поймете, что действительно вообще не продается никак, то, ну, не стоит это дальше рисовать. Я вот еще подписана на инстаграме, где у меня неких фокеров, потому что вы не ориентировали. Как я его знаю? Иванрия Покорин, она вот какое-то все время типа сактивно сейчас на интервью рисовала, и он сейчас на интервью рисовала. Я на него подписана даже. Его очень много. Он прям... Ну, он не перелет. И он вечный ссористом тоже есть. И он даже эти ключевые слова. Десять или пять ключевых слов. Я могу после... Ну, потом уже из дома скинуть список там всяких источников, где вообще все это можно смотреть, да, других даже там столько каких-то блогеров. Мне кажется, вот я где-то видела, как вот этот уже стоппер, я не знаю, на кого прям так лица со всеми американскими праздниками. Что же мне такое-то делать? Они в Волково. что-то рисовать на мировой празднике. Вот там прям большой-большой там список. Мне кажется, если вот брать тему, ну вот я каждый вечер смотрю, листаю и все. У меня так много тем для рисования. Мне даже не хватает времени. Я хочу рисовать. Ну, это да. А еще можно попросить? Вы говорили, что у нас составляет план такой, чтобы эффективнее работать. Как он, ну, допустим, как он у вас выглядит? Ну, изначально это план в целом по месяцам, по темам. То есть, что, когда грузить. Например, там сейчас, ну, не то, что прямо поздно Новый год будет. В принципе, еще можно что-то подгружать. Вот. Но уже там Пасху, 14 февраля, уже что-то даже весеннее можно начинать потихоньку загружать. Но, опять же, все это растягивает там на несколько месяцев. Лучше так сделать. Вот. Изначально я составляю просто план по месяцам, что когда грузить, а потом уже, ну, соответственно, по дням, потому что, когда рисовать, и так далее. Слушай, вопрос, по гонку, а сколько тем вы укладываете в месяц? Ну, сейчас мы работаем, ну, в смысле, что я не одна делаю работы, и... Ну, если на портфеле вот один, например, тот же раз, ну, ну, мне кажется, хотя бы 15. Ну, да. Нет, ну, можно меньше. На самом деле, еще сильно зависит, ну, вот, мы там тестировали разные всякие штуки, и, например, когда большой портфель, там как-то по-другому работает все это выдача и так далее. Ну, то есть, по-другому как-то индексируются картинки. Например, в новых портфелях, ну, и не обязательно в новых маленьких. Там, например, вы можете загружать, не знаю, там не за 3 месяца до праздника, как вот говорят, а, ну, там за месяц, предположим, потому что в новых портфелях как-то, ну, и в маленьких в целом, это как-то быстрее все индексируется, то есть, ну, продажи быстрее начинаются после вот загрузки конкретной картинки. А когда там уже от 5 тысяч работ, ну, и, так сказать, ну, может, это там от 3, то, в общем, чем больше работ, как будто бы тем дольше индексируются картинки. То есть, там, можно уже и за полгода грузить, если у вас, не знаю, там от 5 тысяч работ. То есть, 15 тем, это, допустим, я нарисовала там за не это 15 тем, и я могу потихоньку параллельно с другом. Да, ну, вообще, так лучше всего делать, да. Ну, то есть, например, если вы на эту неделю, предположим, выбрали себе там 3 темы и нарисовали наборы какие-то на эти 3 темы, то лучше их грузить не на следующую неделю все это, а растягивать там месяца на 3 хотя бы. Вот это вообще такая достаточно продуктивная стратегия. то есть, за следующую неделю у вас там еще 3 темы будут какие-то, и вы все эти темы параллельно по чуть-чуть загружаете, и, в общем, так как-то лучше все это продается, оттестировать. Вообще, мне известно, когда создают 2D портфеля, если смогла понять, что это берется паспорт другого человека, бабушки, мамы, там, кого угодно, соседки, оформляют, как потом, ну, мало ли что, со старшими родственниками может случиться, да, все время. Вообще, как обезопасить себя? Я видела информацию о том, что можно материально как-то охотить по наследству, он передается портфель стоковый. Ну, соответственно, в момент кончины жизни грузить на этот портфель уже будет нельзя после этого. Честно, он же передается по наследству. Наследник получил. Ну, прям, бесконально я эту тему, если честно, не изучал. Вот это вот беспокоит, потому что, во-первых, я свой портфель хочу своему ребенку, а второй портфель я хочу создать на чужую паспорт с мурмаха на стихи. То есть, как-то сейчас. Я даже себе запишу тему для изучения. Можно записать что-то в сток и запросить у них официально второй аккаунт. Некоторым они разрешают. Если ее, да. Это было у Алиса Клиго, по-моему. Не слышала даже. Надо попробовать. Если исследование не следует не как автор, то есть вы уже по унаследованному аккаунту вот этому портфелю вы не можете быть автором. автором был тот человек. Соответственно, вы просто выгодоприорпитатель. То есть деньги получаете? Вы денежку из того, что продается, да, вы можете получать. И, соответственно, перевести переговор на тему продать там как это, с авторским правом уже невозможно. Да? Вы распоряжаться можете тем, что вы получили в инскетсе, закрыть, удалить, например, что-то можно заменить, деньги получить. но как автор вы уже туда не сможете? Ну вообще можно же продавать свой портфель. То есть, ну, можно, в принципе, заключить там договор, что вы купили как будто бы этот портфель, и тогда вы имеете право туда и грузить, продолжать с ним работать. Потому что насчет продажи это точно можно делать. А это как-то официально через шапку? Да, переоформляется на него у человека. То есть, пишется у тех, кто для, но тогда на 1-5-е у тебя не может быть еще своего портфеля. Почему? Ну, мне кажется, если ты покупаешь нету с собой? Не знаю. Изучу эту тему. Интересно. Пойдем попасть? Да. Как туда попасть? Я против фрибика и туда не гружу. А, нет. Я слышала, что у многих он продает больше, чем шапка. Ну, это... И продажи не падают. Ну, это сейчас так кажется. Не знаю. Я просто два раза пропала, и мне два раза отшили. Не степен, вообще. Мне кажется, что если загружать все-таки на фрибик, то единственная такая стратегия, которую я еще в принципе как-то допускаю, это какие-то старые работы, которые не продаются на других стоках. А так, мне кажется, что это такое. Ну, можно там парочку для экзамена каких-то взять. Я слышала, что они очень требовательны. Они очень много rejects, причем даже хороших работ, которые продаются. То есть, они требовательны при всем при этом. Надо подумать. Мне кажется, если не принимают, то можно и расслабиться. Может, она как-то не стоит. нет, но я тоже слышала, что много у кого там он лучше продает даже, чем шаттерсток и так далее. Но, не знаю, мне кажется, что это все временно. Поэтому я решила пойти его стороной. еще вопрос. Если растер, то какие самые выстребованные истоки помимо продав и шаттерсток? А исток очень хорошо растерст продает. Не продает? У меня уже два месяца вообще не одобрено. На адобе? Ой, на истоке? У меня уже почти два месяца с того момента, когда начала выгрузить, что она зарегистрировалась и у меня там просто... А сколько работать? Примерно. Честно, у меня в подсвеле тысячи человек с работой уже. Ну, какой... Я не могу сказать, что я в голове скину, просто мало. Я потом покажу и просто из-за стороной хотя бы вы мне сказали. Может, у меня проблем какая-то? Ну, а истоки вы типа получили? Вообще не было продаж? Может, там просто это тяжело статистику смотреть? Может, на листе? Частика, да. Она там просто раз месяц приходит заездка. А как давно уже там зарегистрировали? Ну, я, получается, первая зарегистрировалась на шаттере, а потом где-то я там уже на все стоки решила собраться, вот, зарегистрировалась на всех возможных стропах. И я могу сказать, что у меня адапт чуть больше приносит на пути, чем шаттер. Ну, адапт, У нас тоже шаттер на третьем месте. Вот так же. А если на первом, на первом, то адапт, то аисток. Месяц через месяц. На адапте в последнее время не знаю, может, они тоже поменяли какие-то алгоритмы, но много расшир такое-то. Ну, вообще, да, я вот заметила, что они же очень много публикован будут. Но адапт, мне кажется, что он, да, в ближайшее время перегонит там шаттер и так далее, потому что там же есть, ну, тем, кто пользуется лицензионными всякими программами адапт, там есть поиск прямо там из этих программ прямо на стоке. Ну, то есть, если какая-то компания, ну, зарубежная, скорее всего, ну, у них, чаще всего, потому что они по-другому не могут работать, но их за это штрафуют сильно. Это у нас такой беспредел, говорит. Вот. То есть, у них лицензионные программы и, скорее всего, там есть, наверное, какой-то пакет вместе, что... Что? Да? Ну, вот. И они прямо оттуда переходят и качают. Мне кажется, что адапт прямо сейчас будет хорошо развиваться. По-моему, адапт тоже слух это или правда? Как будто бы они могут отследить, какие работы нарисованы на оригинальных программах, то и на пиратках. То есть, в принципе, и за это они могут забанить то, что нарисовал на славу. Ну, я вот, если честно, пользуюсь пиратскими, хотя мне адоп постоянно дарит пакет. Ну, то есть, как говорится, клауд уже который год. Я каждый раз смотрю на это письмо и думаю, ладно, мне нормально и так. Но меня не мучает совесть, потому что я бы все равно могла ими пользоваться без плана. Просто мне нужно давать его кролида, я столько за столько не зарабатываю, чтобы покупать этот пакет. И вот, когда я заработаю, я не против купить лицензию. У меня столько доволен в год нет даже, чтобы ее окупить. Поэтому вот меня вообще не спокоит. Я не знаю, в этом году дарил тоже, по-моему? Я не помню, какие у него условия были. Я помню, что кто-то в чате писал. 300 работ. 300 год за год за презентом и сфотошоп идет иллюстратор не дарил? Нет? В зависимости не делай. То есть, это нам, у меня было установлено патошоп полетом и переустановила систему. Ну, не важно, короче, обновила тебе систему. И у меня все иллюстраторы, патошоп, все полетело и мне пришлось установить. В первую в жизни купила настоящий патошоп. но там что-то я для автографов сам, который дешевый, там lightroom идет и просто патошоп я уже такая думаю, если у меня с lightroom может у меня еще отправились прислоняться в фотографии и в нем почему-то дело вопросов. Допустим, если на shutterstock у меня пока что раз не дается я просто не знаю что мне нравится отдельно то есть мы как бы с фотографиями не хотела помешать за этим. Допустим, как-то будет выполнить кау или продуктивные сетки там ну вот если даже об этом писала кстати недавно если вы хотите и фото и иллюстрации загружать но зависит все от того какое количество работ вы планируете делать ну и сколько времени на это тратите если у вас будет 2 часа в день на иллюстрации и 2 часа в день на фото то может еще иметь смысл это сделать в разных портфелях но в целом вообще портфолио на стоках не стоит воспринимать как обычное портфолио которое вы можете клиенту показать и так далее но это не настолько важно как все это вместе выглядит потому что чаще всего 98% случаев если только вы не рисуете на какую-то супер узкую тему у вас есть покупатели которые постоянно возвращаются и постоянно только на эту тему картинки покупают то тогда лучше все вместе это будет продуктивнее редко заходят люди и смотрят целиком да это вообще единично и там можно собрать коллекции вы можете просто сделать две коллекции одну фото другую иллюстрации ну не то что проще продуктивнее в плане продаж будет если вы портфель он уже немного раскрученный если туда уже какой-то новый то это будет выше в поиске да 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 ну в принципе да так а на аддок можно ну 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 все грузить стоки я слышала что на аддок только ну продается вектор нет там хорошо продается растр да я даже недавно закладывала не помню на прошлой неделе по-моему в Торис у нас там планета какую-то акварельную просто купили за там за 80 долларов какую-то просто фигню да 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 просто какой-то чушь да а вы слушали на аддок против экзаменов ну просто шаг понятно что я уже не помню я там на них по-моему там достаточно просто 10 загружаешь по-моему картинок и там сколько ты спрашивают тут вопрос оказывается задают можно на каком стоке увидеть просмотры можно на истоке увидеть ну раз-два-три рэп но это все равно это вот три остальных основных таких стока а остальные там будет депозит фото с дремстаем ну там будет конечно меньше стиль на продаж на что а мы даже не грузим я сейчас не знаю ну да ну это такая отдельная тема не 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 а а еще на один два три рэп у меня больной сайт У них там интерфейс ужаснейший. Да, во-первых, я не понимаю, загружая работы, я загрузила 13 видео и 7 фотографий, которые мне написали, что мы приняли. Я тогда уже кучу загрузила, и почему-то странно, в фонах варенье я взяла фон, варенье загрузила. Опять картины, это все одинаковые, 2 приняли, 3 не приняли. Потом через 2 месяца я их опять загрузила и их приняли. Это все в экзамен. Я не могу понять, я вообще его... Ну, 13 видео-то весят, как они пишут, чтобы прошли в экзамен. Как их узнать? Не помню, если честно, я не помню. Как вообще убить свою батюхолию, куда зайти? Потому что я там ничего почему-то не могу разобраться. Просто потому что я экзамен не могу пройти. Но почему я не могу пройти? Так же написано 10 картинок и все, да? Но, как бы, принятых у меня 7. Ну, если у вас уже приняли что-то, то... Ну, если... Ну, как вариант просто зайти... Настолько там ужасный интерфейс, что... Я помню, что мы тоже проходили экзамен, а потом сразу же просто вообще никогда больше не заходили на этот сток, только через стоксабмиттер и все. Чтобы вы уже не видели этот ужасный интерфейс. Ну, насколько знаю, туда пишут на почту менеджеру и как-то через менеджера все решается. Потому что вот с интерфейсом и вот там вообще ничего не понятно. Там даже и в Телеграме можно написать. Там непонятно, зачем у них странная такая система, что нужно кому-то писать, чтобы твои работы проверили. А, хорошо, что... Я, кстати, когда выглядела постоянно вот эту вот, которая по книжкам там, чтобы лучше проверить, там, листочек. Я, короче, и на видео, и на все, там, эти листочки не подправляла, не знаю, уже, наверное, что-то собираться так с правилами, так я и не поняла. Но они отвечают просто... У нас очень много работы. Они ничего не отвечают. Ну, постараюсь, как можно сказать. Нет, хорошо. Просто регистрация на листочки. Да, после регистрации на исток не смогла сойти в портфель. Второй раз нельзя регистрироваться, можно написать в поддержку. Либо попробуйте зайти через приложение, а не через сайт. Все, вроде больше никто ничего не спрашивал. А можно вопросы правильно? В смысле? Ну, конкретно делать, загружать не пробовали, но вообще есть в планах. Потому что она сейчас должна хорошо продаваться. Ну, лучше везде прикреплять, да. Но там же можно делать один вот этот вот релиз Шаттерстока и все. Один Шаттерстоковский? То есть все остальные сайты принимают? Да, да, да. Я просто специально искала какой-то универсальный релиз. Нет, на самом деле там можно даже не замазывать логотип Шаттерстоком и вообще не меняем ничего, кроме картинки. Ну, у кого-то это не прокатывает. Я знаю, что там, ну типа иногда название просят поменять. Не знаю, я вообще не меняю, мне кажется, с 16-го года или с какого-то. То есть это нормально? У меня вообще, я вообще ничего там не меняю. У меня просто написано там, у меня, по-моему, несколько есть, типа там, what the color illustration и еще что-то. И просто название, все. И меняется только картинка просто туда. То есть дату, если там она... Ну, вообще я ничего не меняю. Ну, вас могут отклонить. На самом деле. Они просто картинки не принимают. Да, это сейчас такое. Ну, не знаю. Нет, ну не у всех. Ну, может, к старым партфелям более лояльные такие. Ну, вот на... У меня же там отклоняются. Да, у меня тоже такое было. Ну, я знаю, что на марафонах, да, вот у некоторых тоже там отклоняли, но не у всех. Иногда просили просто написать вместо illustration. Взяли такой простой релиз, где вообще даже не понятно, что это за иллюстрация. Просто написано illustration. Иногда там просит приписать название какое-то. Да, или что-то такое. Ну, попробуйте. Меня несколько раз отклонялись. Ну, попробуйте, да. Потом оказалось, что я когда редактировала, случайно удалила там одну из дат. Тоже у меня один, получается, заполненный, только картинки-то не меняю и все. И там меня случайно один из дат. Ну, еще вот, кстати, я заметила. Непонятно вообще, с чем это связано. То есть, если у вас в релизе стоят все три даты, или сколько там их, две или три? Три. 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 Релиз я всем рекомендую. Так они же опытом клонить не будут. Причина, что релиз не может быть. У меня на шатаре было такое, когда я только начала загружать. Я, чтобы портфолио больше было, я начала акварельные фончики. И мне на все фаны писали, что нет релиза, нет, нет. Иногда бывает, кстати, да. Странно, но бывает иногда. Я начала просто все подряд делать релизы. Я все с релизом, все портфолио, все портфолио, в смысле, портфолио, акварель, маркеры, все это, все я гружу с релизом. Вот. А вот буквально, когда я сейчас уже где-то чуть больше месяца, я гружу картинку по одной. Замечательно, по одной картинке, я каждый день гружу. И вот на месте этой работы я просто забыла прикрепить релиз на фону. И они у меня ценили. Я такая, о! Я такая, о! Потому что на похожий, допустим, фон, если ты уже один раз прикрепил, это что-то слегка поменял, он может тот же самый релиз просто загружать. Мне так это нравится, когда с тобой, ну, допустим, когда потом делаешь семилляры, все, просто ты туда добавляешь, и все. Ну, я, если я делаю, все это размножаю, я просто делаю на один релиз, я притягиваю, потому что... Да, можно много картинок, да. Ну, я так целую. Если они на одну тему. А вот в секторном, если это какой-то хендрон, то в релиз вставлять уже итоговое изображение, или это ручной сканер? Да, ну, обычный сканер, да. То есть, если там вот эти от сканера очень необрезанные вот эти петли, то это вообще супер, да. То, что нужно. Да. Лапа кошачья, и все. Только пройдет. Да. Вот еще такой вопрос. Если они отклоняют, там снова из окружающих, они снова отклоняют, они не смотрят, там, не знаю, где-то не учитываются этот процент, что там загрузил, там, сто, и у тебя пятьдесят отклонили. Ага, на некоторых учитываются. Вот где учитываются. На одобе, например, чтобы получить за триста, ну, за триста, ну, за триста, ну, за... Ну, до трехлаут. Ну, до трехлаут. Ну, для подписка конкретика, ну, то нужно, чтобы будет больше 50 процентов. Ну, это я видела, не того же вы будете. Ну, нереально, что все... А какие-то поздние, не знаю, есть у кого-то, сколько-то там. И, видимо, без зрения совести все подряд ввезут и надеяться, что это принят. Ну, не знаю. Мне кажется, можно себе подряд ввезут. На самом деле, никто точно не знает вообще, как там все у них происходит, поэтому это только можно догадываться. Ну, прям, однозначного ответа. То есть, никого там злостно не банили за... Ну, нет. Такого я не слышала. Банят в основном за плагиат. Да. Да. Ну, лучше потом проверить, что он там понаписал, может быть, что-то от себя добавить. Там вот, да, стоп-собитие, там же варианты предлагают, да? Да. Да, да, да. Ой, что-то что-то здесь. Сейчас. Если честно, я сейчас не загружаю сама. Надо будет у Наташи спросить. Сейчас. Ну, потом список вопросов, на которые я не смогла ответить. Я вот еще... Если бы что-то крупнее ваше... А в студии, да, получается? Несколько человек работали, да? А ты в студии? А сколько человек? Ну, пока так. Ну, у вас немного, но вы как-то тельняшки лежите. Сколько человек? Насколько эффективнее становится, когда ты перестаешь бороться с нас с этим предумением? Насколько продуктивнее? Или, может быть, как-то вот... Может, иллюстратор больше рисовать стал? Кто-то, кто грузит, стал грамотнее, ночевая. Есть какой-то эффект от этого или нет? Не, ну, конечно, есть, но... Так, мы просто... То есть, это когда нечем по одиночке работать, получается? Ну, отчасти, да. Ну, там тоже многое от чего зависит. Мы сейчас просто тестируем разные стратегии, чтобы понять, что будет эффективнее. Вот, и я бы не сказала, что мы очень давно начали, вот с лета только. Поэтому, сколько-то, месяца четыре прошло. И они как бы, типа, давайте объединиться, а потом же начнется. Нет, это была моя классная идея. Да что твоя идея? Это я так клево ее отрисовал. Да вы что? Ключевание прям... Ну, в этом плане, да, мне кажется, сложно, если вы просто возьмете и с кем-то объединитесь. Потому что это, ну... Короче, это сложно. Как бизнес-друзьями. Ну, да, да, да. А там, получается, договорно лучше как-то, как... Ну, не знаю, я просто, получается, я просто всем зарплату получу. А, то есть зарплаты и все, и вопросы шои. Да, ну и процент. То есть, ну, соответственно, мне кажется, что это эффективно. То есть, если просто там какой-то был бы оклад, то... Ну, человек такой, ну, типа, да, а так, ну, как бы процент. Ну, и так как изначально, соответственно, этот ход маленький, я просто сделала так, что там, я не помню уже, в течение, по-моему, трех месяцев, что-то сначала там было 30%. Ну, вот мы на портфолио с администрациями втроем, и вот вдвоем на портфолио с фото и видео. И, получается, сначала там, по-моему, 30% сделала от продаж, потому что там мало, на следующем месяце там 20, и потом окончательно 10. Ну, типа того, да. А получается, что у тебя есть отдельно свою портфолио и отдельно для стоковой студии портфолио? Ну, два их еще, да. Ну, там просто тоже интересно тестировать и понимать там вот как раз по поводу вот этой всей индексации и так далее сразу стало понятно. Как генерить контент сразу на три портфеля? Чего? Ну, как получается, генерить контент сразу на три разных портфеля? Ну, как-то получается. Ну, там чуть-чуть разные везде стратегии, чтобы просто как раз все это протестировать по-другому. Мне кажется, тоже невозможно все это протестировать в одном портфеле. По сути, группа подразделения труда. Кто-то рисует, кто-то грузит или каждый рисует и грузит? Нет. Ну, вообще, вот, не знаю, кто, наверное, был у нас на марафонах, знает. Вот Наташа, она загружает, Юля, которая акварельный марафон вела еще что-то, она обрабатывает и делает семиляры. А я что-то рисую, на самом деле не особо рисую, у меня было очень много каких-то работ, которые я просто, не знаю, мне кажется, полгода рисовала и, ну, загружала вообще и обрабатывала очень совсем по чуть-чуть. Вот, и мы с лета все еще продолжаем вот то, что у меня было заготовлено, загружать, вот. Ну, так, постепенно что-то новое, по чуть-чуть, вот. А с фото, ну, тоже так, мы обычно, ну, периодически собираемся что-нибудь пофоткать, там, для нашего инстаграма корпоративного и так далее, и тоже все это потом на стоке. Ну, то есть мы одновременно какой-то контент делаем и для, там, знаешь, соцсетей, и еще чего-то, ну, и для стоков, вот. То же самое, например, вот, там, в типографии мы фотографируем какие-нибудь там блокноты, конверты, еще что-то, и тоже все можно на стоке без проблем, ну, если там без логотипа. Ну, то есть, короче, прикольно продумывать какие-то действия так, чтобы они сразу были нацелены не на одно что-то, а на несколько, например. Нужен какой-то контент там для корпоративного инстаграма, и одновременно можно все это так продумать, чтобы тот же контент можно было использовать для продажи на сток. Вот. Кстати, вот я тоже, я вообще фотографирую, но я раньше фоткала только для инстаграма или чего-то, ну, для каких-то заказов, и вот я мастерская украшения для мастерской. Недавно я впервые решила, почему бы не залить эти же фотки, которые я фоткала на инстаграм, но фотик фоткала, на шаттер. Я завела 10 фоток, и они продались, на чате продалась уже. Вот. Хотя изначально они вообще не достойно фоткались. У меня очень хорошо конверты продаются, фотографии конвертов, ну, причем я посмотрела, действительно, почему-то их мало. Ну, то есть, у нас была куча дизайнерских разных конвертов из разной бумаги, разных цветов и так далее. И мы их фоткали на цветных фонах, причем там было просто, по-моему, миллион этих фотографий, потому что самих конвертов было видов 200, наверное, ну, мне кажется, до сих пор еще все это не загружено, не обработано и так далее, вот. Для сайта просто делали разные варианты, и сначала все это загрузили на сайте, эти конверты, потом посмотреть, что это не очень сможет, по-другому перефоткали, короче, по чуть-чуть загружаем это на стоки, и, типа, эти конверты вообще шикарно продаются. Наоборот, какие-то фоны из цветной бумаги, ну, по-разному разложены, и на этом всем этом конверты. Здесь ничего особенного, такое можно спокойно там дома фотографировать. Ангелина, а вот тема, например, как анализируете на успешность? Вот у вас высок тем, то есть вы вошли там, смотрите успешную, неуспешную тему, как бы, перспективную или не перспективную, стоит ли туда лезть или не стоит ли? Ну, вот можно по Нишелову посмотреть, потом просто посмотреть по выдаче на то, как можно там, не знаю, даже в каких-нибудь чатах порыться, посмотреть, вообще писал ли кто-нибудь, там часто есть поиск по чатам, посмотреть, вообще писал ли кто-нибудь, что там, то, что, ну, на эту тему рисует и продается это или нет. Ну, на самом деле, в целом, все равно весь этот анализ, ну, сложно стопроцентно сказать, пока ты не попробуешь, потому что, может быть, там и стили разные, и исполнение, и даже может вообще зависеть от ключевых слов. То есть, может быть, у кого-то там классная картинка, которая бы отлично продавалась, но там неправильные, ну, какие-то не те ключевые слова, либо даже просто, не знаю, не в то время загруженные, это бы тоже может быть. А вот там же, если по теме, там же есть высокочастотные, да, а есть среднечастотные? Среднечастотные, как я понимаю, они больше всего актуальны, в плане того, что, если у вас не будет высокий, то можно туда попасть. Как тебе объяснить, что? Ну, что тренды же высокие, сами высокие слова, подборки с темами и с трендами. Ну, это, кстати, тоже, да. Ну, так уж. Может, ты выдумаешь какую-то тему, у тебя она в мыслях. Как понять, что работа хорошо включена или, наоборот, не очень удачна? Есть какой-то, не знаю, критерий, кроме, да, ну, типа того, да. И не из-за ключей, а из-за того, что там не удачники будут работать. Ну, можно, на самом деле, пробовать просто разные, ну, то есть, у вас, вы собираетесь на какую-то там, предположим, узкую тему рисовать, и у вас там есть, предположим, три похожие картинки, попробовать какой-нибудь разный подход к ключеванию применить. И, ну, да, тестирует, да. Ну, сколько нужно ключевых слов менять, если это семиллярно? Ну, в картинке, ну, вообще, похоже, ничего нового, допустим. Ну, зависит от того, насколько все-таки разные картинки. Ну, лучше, чтобы прям ключевые слова хорошо описывали то, что там изображено. Вот, например, я беру часто перекрасы акварельных фонов. Ну, как, то есть, не акварельных, а как абстрактных, а вот. Собирают там такой бешевый фон из своих элементов. И я часто его потом перекрашиваю, потому что, ну, я заметила, что лично у меня перекрасы кричают. Все равно, если это растер, то клиент сам уже, у них сложно перекрашивать, на краши готовы. И вот, например, я у них меняю только название цветов и все остальные ключевые. В принципе, да. Или лучше что-то еще постараться на меня? Да нет, в принципе, нормально. Ну, зависит еще от того, если вы сразу там, например, грузите, то лучше побольше там всего принять. А если, не знаю, просто вернулись там через год к старым картинкам, то, в принципе... Ну, не, я гружу обычно сразу, ну, типа, один север в неделю, на следующей неделе следующий. Какая-то так. И ключевые у них получаются, отличаются только цветами. Ну, если в картинке действительно тоже отличаются только цвета, то, в принципе, нормально, да. В описании нужно как-то пытаться подписывать, там, возможно, для чего это можно применить или там достаточно... Ну, хорошо описывать, да. Ну, еще эмоции всякие хорошо описывать. Потому что это вот это вот все красивый, там, какой-то веселый, вот это вот все тоже... Ну, да. По-хорошему, да. Это влияет, да? Все красиво. Ну, да. То есть, обычно, я не знаю, в предложенных таких ключевых словах, там, что-то может быть красивый, милый, веселый, там. Если остается, нет. Ну, да. Вообще, название влияет на выдачу в поиске? Ну, опять же, 100% никто этого не может сказать, но чисто на собственном опыте, да. Да. Я просто описание всегда так, а... Как можно попадаете? Ну, нормально. А, и получилось. У меня такой вопрос. Я очень кратко, думаю. Смог 20... А вам только штука и весит? Шатай. Нет. Весит, весит. 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 А, будто у меня 2, 20. То есть, я должна работать? Весит. Ну, лучше прям предложениями какими-то такими нормальными писать. Ну, в том же стоксадмиттере. А с отбором тебе с комфортной лице целое описание. Я вообще не запариваюсь. Ну, да. Меня создает, что-то корректирует. Ну, в этом плане, да, со стоксадмиттером проще. Нет, а я просто... Я... Причем, он уже бесплатный. Не, да, я бесплатно, да. Потому что у меня столько не набирается картинок пока что. А я вот поэтому, что я описание сама всегда пишу. Ну, это долго. Нет, ну, после стоксадмиттера тоже все равно лучше проверять, конечно. Ну, так, читать хотя бы, что он там написал. Потому что иногда просто на стокс можно наткнуться на что-то очень странное. Слушайте, скажите, пожалуйста, у меня вот такая ситуация с вами там. Я рисовала для оформления марафона по бунифиту. Это женская интимная гимнастика. Это серия картин вагин. Они такие, ну, больше на цветы похожи. Я загрузила на шатер. Но это было после того, что шатер сток уже вбел вот эти вот ограничения на тему, там, чтобы это не было постыдно и прочее. Это такое. До этого всякие вагины там были. Теперь мои не выдаются, и никто их не может увидеть, кроме меня, в своем аккаунте, да? Какие стоки пропускают работу такого уровня? Потому что это получились художественные вагины, они же не просто... Я бы хотела их подвигать. У кого есть опыт с этими интимными картинками? Какие стоки это берут? А там же можно вроде выставить контент там 18+. Я тоже загружала 18+, и на шатере у меня нет. А на Адобе нормально все. Адоб, да? Я пишу себе крупными буквами девочки. Спасибо. Потому что, ну... Это искусство. Ну, а вы решите назвать? Это целый вообще плохой сезонерушкой. Вагина. А, да, на шатер стеки. Афтекина в концерте. А, потом, я кажется, они про... Нет, а только афтеки написать допустим. А само название, что этот цветок мог... Мне кажется, тебе все равно. А, написать афтеки цветок? Да, его и не найдут. Афтеки прописали. А, что это вагина, да? Кто это узнает? Саш, может быть, про качество. В общем, что удалить, не давать. Он просто не выточит, не выдает, не в чили. Я просила, ну, просто посторонних людей забить, вот как я это... Ну, и оно просто ноль. А это давно вообще было? Когда осень уже пришли, вот эти изменения шатера все еще шумели. Ну, и шатер шатер нам лежит там корней. Я загрузила это, наверное, в октябре, уже после этих изменений. Кстати, они у меня приемку сделали, все картинки приняли, но при этом они не выдаются выточками. Только у меня. Вот я в СССР зашла сама с СССР у кого-то. Только так я их вижу. Так сама и смотрю. У вас только подписки можно есть? Я думаю, может быть, не выдает выдачи, потому что ребенок, младше 18 лет, может зайти просто, как подкрыть доступ. А у тех, кто имеет доступ, так сказать, профессионально, может быть, там и видно, в общем, надо потестировать у тех, у кого есть доступ. С такими еще, да, не спрашиваю. Вот тоже мне делилась с этим истоком. Как, если вы видите, что это второй исток, просто шатер-сток. Ну, у всех пора. У меня в шоке. Ну, скиньте потом мне, мне даже тоже интересно посмотреть в портфолио. Ну, что реально делать, вернусь к своему вопросу, то, что у меня два месяца исток вообще, ну, там висят, они не одобрены, не отклонены. Одни на истоке, да? Да, на истоке. Я глядала это еще в марафон, как раз, фотография, ну, сказали подождать. Вот тоже марафон прошел сколько там, недели-две, да, прошло уже. Я просто про него периодически забываю, потому что на него редко гружу. И тут загрузила, вчера зашла, там уже у меня висит где-то, ну, вот, 7 этих линий, там, по 4, по 3 картинки. И они все, ну, 0 там написано, 0 из 4, 0 из 1, но они все с зеленой гаммочкой активно, то есть. А вы, да, просто напрямую через... Да, через сайт просто выводила. Попробуйте заказать через QHero. Да, можно через QHero или через DeepMet. У нас, кстати, тоже вот на YouTube есть видео-открытые. Там, ну, что-то типа стоксабмиттера, но чуть-чуть по-другому там работает. А, стоксабмиттера. Но он просто, да, на исток нельзя через него запустить. Там отдельная программа на исток. Ну, вот, две их есть. Да, мы, по-моему, DeepMet их пользуемся. Смотрю на... На исток. Что? Переходим? Да, да. Ну, что, тогда про lettering поговорим. Так... Расскажите, кто вообще... Знаете, что такое lettering? Кто знаком? Кто рисует? Может, изучал? Чуть-чуть по-другому. Ага. В основном, ну, знаете просто. Примерно представляете, что это, и рисуете, да? Или нет? Бывает. Кто-то рисует lettering? Ну, даже продается иногда. Ну, там просто вот такие буквы написаны, Miu, и всё. Ага. Продается. Хорошо. Ну, то есть, в принципе, lettering не учились, да? Особо. Угу. Хорошо. Тогда, ну, расскажу вам вообще, что такое lettering, да, и какие-то основные моменты, чтобы у вас тоже уже представление сложилось. Ну, и потом посмотрим, как он на стоках представлен, да, и что покупают, что народ хочет. Собственно, про lettering, да, это такое искусство рисования букв. То есть, вот есть, например, каллиграфия, да? Каллиграфия – это искусство красивого письма, где форма букв зависит от инструмента, который вы используете. И есть определенные законы гармонии, да, которые подчиняются, собственно, каллиграфу. А lettering – тут больше про именно рисование, да? То есть, неважно, какой инструмент вы используете. Это может быть, там, карандаш, ручка, в принципе, что угодно. И вы изображаете форму букв, да, и делаете lettering очень таким уникальным. Под конкретную, допустим, композицию у вас будет конкретное, собственно, изображение, да. Есть еще такая область, как типографика. Типографика – это уже область графического дизайна, где используются шрифты, ну и, собственно, те, кто занимается, да, шрифтами. Это, там, тоже целая, как бы, такая наука. И, ну, это как бы отдельная область. Ее так сильно не будем, да, касаться. Про lettering, да, расскажу вам про основные виды шрифтов, которые, в принципе, используются, да. Ну, вот, начнем с антиквы. Слышали про такой шрифт? Да. Угу. Ну, вот он по-английски называется serif. Основные характеристики шрифта вообще он исторически, да, восходит к римскому капитальному шрифту. Вот здесь он представлен. Это шрифт с засечками. Засечки – это вот такие вот линии, да, на которых буквы, собственно, держатся. и у антиквы также есть такой контраст. То есть буквы, штрихи, да, имеют вот разницу в контрасте. Есть вот тонкие и такие более толстые. Антиква, собственно, может быть абсолютно разной, да, то есть вот здесь это то, что исторически было изначально, да, потом она всячески тоже модифицировалась. Она вот вплоть до такого вида, да, может быть изображена. То есть разный контраст букв, разный характер. Она может также быть декорирована. Вот здесь, например, да, такой викторианский представлен стиль. Вот, ну и как бы вот тоже исторически у нас уже в сознании, да, сложилось, что этот шрифт, он такой, имеет за собой именно историю, да. То есть вот, например, я вам покажу… Можете передать. Да, передать. Я вам покажу примеры логотипов, да, различных брендов нам известных, которые используют у себя, да, вот этот вот шрифт Антиква. Ну, как мы видим, да, это в основном такие фэшн-бренды, да, люксовые. И как бы вот исторически тоже так сложилось, да, что их стали, ну, использовать именно этот шрифт. И он у нас в сознании, да, ассоциируется, соответственно, с какой-то роскошью, да, и с историей. То есть, ну, там, из Saint Laurent, да, за ними там большая история этого бренда, да, там, Rolex. То есть это вот как бы именно такой статус, да, за счет того, что это уже существует давно, да. Вот. Ну, в композициях, да, в леттеринге, соответственно, Антиква тоже широко используется. Давайте вот в эту сторону. Она всячески тоже может быть модифицирована. Ну, и на самом деле область применения у нее тоже достаточно широкая. Ну, вот здесь тоже вам передам. Посмотрите. Второй шрифт это гротеск. Гротеск тоже слышали, да, про него. Ну, вот по-английски называется sans serif, это значит шрифт без засечек. Собственно, график шрифта, то на гротеске это, как правило, ну, так сразу бросается в глаза. Он тоже может быть очень разный, да, вы видите, тут как бы такой пожирнее, тут можно сказать одна линия, да, такая вот тоненькая. Ну, этот шрифт тоже очень интересный, он такой достаточно гибкий и хорошо поддается всяким модификациям. Например, классно смотрятся объемы на нем, да, вот такой граненый эффект букв или различные 3D вариации. И тоже как этот шрифт, он вообще появился чуть ли не раньше антиквы, но изначально он как бы не был таким популярным. Потом уже приобрел популярность, когда его стали использовать в полиграфии, да, там, в плакатах. Вот, им очень классно выделять слова, потому что он такой жирный, да, сразу бросается в глаза, там, какие-то названия. Вот, и, собственно, ну, в 19-20 веке его вообще стали активно использовать. И он у нас тоже в сознании, да, отложился как шрифт, который такой более современный, да, прогрессивный. Ну, и в то же время он отражает как бы простоту, да, и какую-то стабильность. Можно я перебью секундочку? На самом деле всю эту информацию можно очень отлично использовать для стоковых картинок. Ну, в том плане, что очень часто, ну, я сталкиваюсь с тем, что, например, даже когда мы делаем там открытки на марафоне и так далее, что, ну, шрифт, стиль шрифта совершенно вообще не подходит к картинке, вот. Да, на самом деле, ну, правильно заметила. Подписи там, к всяким баннерам, даже когда вы просто там sample text составляете, то, ну, если у вас там будет какой-нибудь супер шикарный баннер, но на нем будет очень странно смотреться шрифт, то, ну, даже человек, понятно, он купит, он заменит этот шрифт на любой другой, какой ему нравится, но не факт, что он купит, если, ну, там, вот этот шрифт, который вы там используете, он может просто, ну, испортить общее впечатление от картинки. Ну, да, на самом деле, к этому как бы все и ведется, да, я вас знакомлю именно, ну, с основными моментами и с теми ассоциациями, они у нас, ну, внутри, на самом деле, уже как бы заложены, да. Вы, если увидите где-то там какой-то шрифт, вы, на самом деле, у вас уже складывается, да, какое-то впечатление. Поэтому, когда вы знаете, да, какое-то впечатление, вы, соответственно, можете этим управлять, можете это использовать. Ну, вот тоже здесь примеры, да, уже таких брендов, которые, ну, там, вот спортивные бренды, да, любят использовать, что тоже такая, ну, как бы современная история. Вот, например, гугл, да, ну, не только гугл, многие бренды в последнее время делают ребрендинг. Именно у кого был раньше, вот как раз антиква, да, в названии, в логотипах, они делают, ну, такой более современный, соответственно, шрифт. Ну, и вот, это исторически, да, в плакатах, вот этот плакат, кстати, знаете, да, «Keep coming, carry on» или там «Keep coming» что-то там. Это, на самом деле, военный плакат, который вот в Британии был использован, ну, во время войны, чтобы как бы так поддержать людей. Но тогда он почему-то не зашел, а вот в наше время его прям, ну, уже растиражировали, да, активно тоже используют. Вот. Ну, и, соответственно, некоторые примеры тоже в леттеринге, да, как вы видите, на самом деле, вот шрифт простой, но насколько его можно использовать эффектно, да, то есть гнуть во все стороны, там, какие-то разные эффекты накладывать. Ну, и гротеск очень классно сочетается, допустим, с другими шрифтами, там, например, вот со скриптом, да, сейчас про него расскажу. Вот, ну, и такое, как бы, последнее из основных, да, шрифтов — это скрипт, то есть это рукописный шрифт. Он исторически у нас идет от английского курсива. Ну, и, собственно, тоже, да, понятно, что форма складывалась именно написанием от руки, инструментом. Здесь это острое перо. Вот. И скрипт, он сейчас очень популярный, у него тоже множество, да, модификаций. Вы видите, что, допустим, ну, все, да, зависит от инструмента. То есть это может быть плюс-минус одна форма букв, но за счет того, что, там, здесь, допустим, использовали, там, брашпен такой достаточно тонкий, здесь это может быть та же кисть, да, здесь появляются такие вот неровности. Тут более такой брашпен с более широким наконечником. То есть он выглядит совершенно тоже по-разному. И сейчас, ну, такой, наверное, я не могу сказать самый популярный, но один из популярных стилей, да, написания на стоках — это вот скрипт, как бы, от руки, да, но и он тоже самый такой, ну, сразу видно, в общем, если вы не знаете вот основы, да, которые там есть, это сразу бросается в глаза и сразу видно, что что-то тут не так. Скрипт у нас, соответственно, по ассоциациям, да, он дает, как бы, такое ощущение именно присутствия автора, да, присутствия человека. То есть, например, ну, вот логотип Disney, да, ну, может, кто-то знает, кто-то нет, а в основе логотипа — это подпись самого Уолта Disney, да, которую потом, ну, немножко доработали. И вот мы смотрим, да, это тоже, как бы, это не просто, там, бренды с историей, это именно видно, что есть личность, да, какая-то личность автора. Ну и уникальность, как, например, допустим, Cadillac, да, то есть это не как у всех, это вот что-то такое уникальное. Вот здесь еще несколько тоже примеров. Ну и тоже, да, это совершенно разные по настроению могут быть композиции использованы. Ну, тут, как бы, каждый шрифт, да, он может быть модифицирован под вашу конкретную задачу. Ну вот, давайте в эту сторону. А, я вот не знаю, сколько вы, может, так наденете. Ну, давай. Лучше. Можно кому-нибудь передавать. Ну, я эти тоже могу, да. Вот, ну, сейчас, может, у вас какие-то есть вопросы по этой части? Да-да. Да-да-да. У меня вопрос, допустим, непонятно, что у этого мы рисуем руками и работу мы можем загрузить. Да? Стоп. У меня вопрос немножко, наверное, отклоняется. Допустим, на 40-м открытку и нам надо вставить место для твоего текста фразу, your text, да? Какие шрифты можно скрутить безопасно? То есть, какие-то, что с лицензиями, без лицензий. Ну, да. Я понимаю, что можно и вручную это накалябать, но проще же набить. Ну, когда вы скачиваете шрифт, там должно быть написано, что он разрешен по коммерческому использованию. Многие стандартные шрифты, они разрешены, да. Поэтому вы просто можете себе... Я не знаю, какие стандартные шрифты. Да, ну, там с нейрован, там, да. Массия, да? И печатаем. Ну, просто, да, это нужно изначально себе там парочку выбрать и их использовать. Если это просто вот из серии, как sample text, да, нужно написать. И еще по поводу стоп. Я потому что тоже в этой композиции лежу, ну, как бы тоже в процессе обучения у меня все. Поскольку слежу за этой темой, авторы разделились во мнениях. А кто-то считает, что чем ты для этого, тем лучше, а кто-то считает, чем проще, тем лучше. То есть, вот, где правда-то или кому что нравится, там правда-то? Ну, тут также много нюансов, на самом деле. Очень зависит от того, как бы, насколько ваша композиция соответствует вашей теме, которую вы выбрали, да. То есть, например, если мы возьмем, там, тему праздников Merry Christmas, да, то там, конечно, вот эти все литиеватые, там, рощерки, да, рощерки, они, как бы, очень у нас уже и в сознании, да, именно ассоциируются с таким праздничным, с чем-то торжественным. То это, конечно, будет соответствовать, да, если вы, там, выбираете, не знаю, там, грузите название для логотипа, да. И, ну, логотип, как правило, чем проще, чем универсальный, да. То есть, тут нужно тоже ориентироваться на это. В общем, тема, в общем, зависит, да? Да, 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 тема. Ну, это также, вот как я вам, допустим, рассказывала, да, ассоциации. Вот, к примеру, представьте, что там, не знаю, название Vogue, да, журнала было бы написано, ну, вот каким-нибудь, да, вот таким вот. Вот, ну, или, знаете, вот как граффити, такой вот есть, такой стиль, и, ну, это сразу, это было бы у нас высокая мода и название в стиле граффити, но, как бы, это уже диссонанс, да, в сознании возникает, поэтому чаще всего вот такие уличные бренды, там, которые для, ну, такие спортивные, да. Ну, для тех, кто использует, да, увлекается, там, определенными видами спорта, это же все, как бы, связано, да. Вот, давайте тогда покажем место. Все бесплатные же можно использовать для стопок встроенных? Которые стандартные, да. Ну, чаще всего, да, просто вот я, например, уже когда накачала себе, но устанавливала, я уже не помню тоже какие там встроенные, вот. Релизы для глеттера не нужны для стопок? Для, смотрите, вот, когда я начинала грузить и уже начала глеттеринг, да, грузить, я делала все релизы, но в какой-то момент у меня их перестали, как бы, просить, мне просто отклонились сказать, что здесь релиз не нужен, и я загружаю только исходное изображение, да, с которого, ну, которое я использую, как бы, да, изначально. В смысле исходное? Симиляром, которое я сделала из одной. В принципе, как и к остальным работам точно так же. Если изначально, то вы просто ставите галочку, что нету контрольного изображения, они должны это принимать, да. Да, да. Я как-то, когда вектор грузила, и даже если там использовала какой-то, ну, небольшой свой набросок, я думаю, это никто не докажет, там, да, что я использовала или вот так вот нарисовала, я ставила такую галочку, чтобы меня, ну, для вектора не просили релиз. Я еще хотела спросить, я, ну, это, наверное, 7 лет, ну, 10 прошло, я изучала шрифтовидение, и нас учили в институте все по канонам там. Да. Ну, сейчас же вот буквы пляж, получается же все. Потом вы решили нарисованы. Понятно. Какой вопрос, да? Ну, за основу берете какой-то определенный стиль и все равно, ну, придерживаетесь, вот, смотрите, вот, допустим, по ширине, так же букву, а вот это вот, как вот, разделительная полосочка вот в окна, вы поняли же, да, потому что везде вот в остальных тоже должна определенной высоте, как мы по правилам идти. Мне кажется, леттеринг и шрифты, это все-таки разные вещи. Тут, тут, смотрите, чем лучше вы знаете основы, да, того, как это должно быть, тем проще вам и тем круче будет смотреться итоговый результат, когда вы понимаете, что вы можете поменять. Вот, допустим, у букв есть, там, у штрихов есть разная ширина, да, когда, как бы, человек не знает, он так, ну, примерно представляет и рисует, и видно, что у него в одном месте, там, штрих уже, да, допустим. Когда вы это знаете, вы можете сделать супер, там, широкие штрихи, да, это будет такая жирная надпись, как бы, ну, такая заявляющая о себе, или там вот этот вот средний, да, штрих, которая перемычка, да, вы знаете, что, ну, в классическом варианте, там, у А чуть ниже серединки, там, остальные, допустим, серединки, но вы можете это модифицировать, допустим, взять и поднять ее высоко, и поднять у всех, да, то есть у вас будет, у вас внутри слова должен быть выбран конкретный стиль, да, написание, то есть, да, вы можете выбрать что угодно, но внутри слова вы должны придерживаться стиля. Просто когда я начала, ну, решила попробовать вязать, да, вязать штрихи, то, ну, у меня такой конфликт в себе возник, что начинаю когда модифицировать, что-то делать, что, как бы, а правильно ли вообще? Это правильно. Леттеринг вообще, да, он допускает свободу, да, свободу действий, то есть вы можете изменять там шрифты, их вообще до неузнаваемости. Да, но вопрос, как это будет смотреться, да, то есть насколько гармонично, поэтому вы все равно, да, должны знать там основы, да, чтобы понимать, что изменить, и как это, да, будет. Тогда покажу вам, да, на стоках, как у нас представлен, есть, как бы, несколько основных направлений, где леттеринг, ну, из широко применяется. Да, черно-белые пока передайте. Давайте разделим, как раз, по половинке. Так, красиво, чтобы не забыть ничего. Ну, это похоже, да, на стиле ее, либо ее учеников. Ну, да, 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 есть такой момент основаемости уже. Ну, собственно, основное, да, из направления, это, конечно, праздники и различные события, то есть, причем праздники. А тут интересно. Это вниз? Ага, чуть-чуть, если. Появляй на пальцами вверх, а ты вниз. Ага, да, 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 техника. Вот. А, все. Ну, да, у меня, я не такой продвинутый пользователь. Праздники это не только самые популярные, это само собой, но вот тоже, допустим, в леттеринге вы можете выбирать какие-то менее популярные праздники и пробовать тоже на эти темы рисовать. Но это не только праздники, это события, это день, не знаю, инженера, да, или там, не знаю, вегетарианство и прочее. Открытки представлены, у меня вот вам будет вопрос, есть какие-то стандарты мировые, то есть для того, чтобы они популярностью пользовались покупатели, это вам будут какие-то стандарты? По размеру? По любому размеру, да, им покупать составлять. Но если открытки, то обычно это 10 на 15. То есть 10 на 15 сантиметров, а когда мы создаем файл, там сантиметр что-либо создавать? Пропорции. Пропорции. Ну, вы можете создать, да, самое главное, чтобы относиться на размеров, которые примут, да, потом на все там шлифы, да, ну и допустим, чтобы она, ну, визуально выглядела, как открытка, да. Но я, например, я делаю в основном, как бы, у меня стандартные вот 5 на 5 тысяч, чтобы все принимали. И это уже большие. Да, 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 это уже такое. Вот, ну, собственно, это, да, какие-то события, это баннеры, да, это там, я забыла. Баннеры, это скидки, это какие-то там вечеринки, да, флайеры там пригласительные и прочие, пригласительные на свадьбу. Так, ну, следующая большая тема, это, конечно, все, что связано с едой, да, это меню, какие-то названия, да, продуктов, ну, в принципе, всего, что связано, да, с едой, которые могут быть использованы, например, либо в меню, либо на логотипах, или там, пусто, да, брошюрах. Ну, вот, собственно, такие универсальные логотипы, да, то есть, ну, тоже понятно, что какая-то компания там сюда может еще добавить там свое название, ну, вот, уже там, можно, допустим, взять и использовать в быту, так сказать. Да, ну, вот, как я сказала, да, вот логотипы, причем, ну, логотипы, как бы, чего угодно, да, здесь, например, вот есть такая школа, да, готовки, вот такие всякие вещи могут быть использованы вообще на любом продукте, который там содержит что-то натуральное, да, то есть, тоже очень применимо. Здесь плохо видно, да, но там календарь с лэтерингом, то есть, это могут быть и такие самостоятельные большие композиции, да, которые вы потом тоже объединяете во что-то, либо продаете отдельно. Я не знаю, у меня не работает. Вот, это какие-то фразочки на каждый день, типа, там, удачи, я не знаю, найди свой баланс. И также это шрифты. Ну, вот, шрифты, как бы, готовые, да, это все-таки такая более, ну, отдельная тема, немножко отдельно стоящая. Чаще всего продается не на стоках, а на... Как-то, вот, в Creative Market, это что? Ну, нет, ну, это такое, почти, почти сток, что-то непонятно. Ну, да, как бы, вот, на таких площадках, типа Creative Market, да, то есть, там, люди покупают, они загружают, да, это, как бы, ну, как такой отдельный продукт, то, что... Да, даже мой кривой блокированный, вообще, какая-то жесть. Нет, это все плюс-минус тоже бывает. Но это все равно продавалось. Но это больше как отдельно, да, то есть, вот, допустим, я представляю, что, вот, там, надпись буквы в таком стиле, как бы, соус, да, они, как бы, уже отдельно их используют. А шрифты, когда, вот, кто занимается шрифтами, это другая программа, это уже не иллюстратор, да, там, все нужно выверять и по расстояниям, соединениям, то есть, чтобы вот именно, как мы с вами, да, загружаем шрифты, и потом вам печатать, там, используют, там, все это должно быть продумано. Вот, немножко другая история. Все, здесь на этом все. Так, сейчас я просмотрю. Ну, да, вот, мотивирующие фразы, соответственно, все, что я вам показала, да, где может применяться, это открытки, это принты на одежду, там, на аксессуары, рекламные постеры, буклеты, меню, упаковки, там, обложки различные, обложки, там, ежедневников, не знаю, паспорта, сувенирная продукция, приглашения. Всякие еще чек-листы и всякое такое, мне кажется. Ну, да, да, здесь я, конечно, взяла такие основные моменты, основные направления, ну, и, соответственно, вы, как можете, как отдельно, да, рисовать lettering, его загружать, и также можете делать из него готовый, собственно, продукт, да, который можно использовать, его можно комбинировать с иллюстрациями, там, допустим, рисуете, не знаю, что-то из еды, да, вот классно как раз сочетать с названиями, что это можно будет потом использовать уже там в меню где-то, да, это все пригодится. Ну, да, практически любые картинки хорошо дополняет. Да, 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 вот. Ну, какие у вас вопросы, может, есть? Как вообще стало более, там, понятно, не знаю. Прошнее стало. Прошнее. Как подбирать какие-то фразы, чтобы быть уверенным, что не нарушаешь какое-то авторское право на использование именно фразы? На использование фразы? Ну, есть, можно, если вы выбираете, там, что-то такое особенное, да, что вы не уверены, ну, то есть, если, во-первых, посмотреть на стоках, если это, да, то есть, какие-то фразы такие широкого употребления, они как бы, ну, использоваться их можно, да, и другой вариант, если вы не уверены, забить в Google, и я сейчас точно вам не скажу, какое слово нужно добавить, но это как-то не лайсенс, есть, вот именно, есть слово, которое вот, именно, право, есть, короче, сайт, копирайт, да, вот, вот что-то такое, то есть вы проверяете, есть сайт, где, ну, вот, вот это все отображено, вот, надо будет посмотреть, если нужно будет, ну, вот я, когда искала, проверяла, у меня было такое, например, вот, например, вот, айсток любят отклонять по подозрению, что вы, вот, трейдмарк, вот, это я вспомнила, что вы нарушаете, ну, то есть, допустим, какая-то фраза, это чья-то торговая марка, вот взяли, я не знаю, фразу, ну, например, да, да, то есть, шаттер, например, это может спокойно принять, да, или там, даже это быть где-то в трендах, я не знаю, вот, рисовала тоже на тему феминизма, там, the future is female, ну, есть такая фраза, да, типа, будущее, там, за женщинами, и, ну, вот, представляете, айсток, как бы, такое не принял, потому что оказалось, что какая-то организация взяла и себе за, ну, как бы, это название за собой закрепила, ну, то есть, это фраза, да, такая, в принципе, которая тоже широко используется, ну, вот, и не взяли, и, ну, тут с этим, как бы, ну, и с айстоком уже сильно ничего не поделаешь, но как-то вот он на меня наехал за какую-то фразу, что это может быть какой-то трейдмарк, и я проверила, и, ну, уже в комментариях им написала, что я проверила, нет, и у меня приняли, ну, такое. Получается, по каким-то базам вот ищут регистрацию вот этой торговой марки? Ну, они, у них есть, наверное, да, там, свои какие-то тоже базы, но вот я, когда проверяла, я нашла, что есть такая именно организация, которая вот регистрирует, видимо, у них эти торговые марки, соответственно, ну, вы можете сильно на этот счет не переживать, да, то есть чаще всего те фразы, которые загружаются, там, и, ну, вы видите, что их используют другие стокеры, ну, значит, что их принимают, да, что их можно грузить. Ну, еще там какие-то у вас вопросы, сомнения, пожелания? Ну, нельзя использовать всякие, там, фразы из песенки, по-другой, 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 да, вот это тоже поможет быть, правильно? Ну, да, это может, как бы, быть, ну, опять же, вот, там, don't worry отдельно, вы, допустим, смотрите. А если одно слово, например, в фразе меняется, что... Да, это уже другое, это уже другая, да, фраза, это уже ничего страшного, вот. Ну, и с ветерингом тут тоже вы можете, да, загружать, там, отдельно, грубо говоря, исходную версию, да, как вы там нарисовали, вот, там, особо ничего не модифицирую. Также можете объединять по набору, если вы рисуете, там, на какую-то тему, да, одну, вы можете это все потом объединить. Можете, ну, и, соответственно, модифицировать по-разному в иллюстраторе, очень удобно. Думай. Вот еще хотела спросить, на стопах часто попадаются такие файлы, например, какая-то фотография, и, например, ну, отдыхайте в побережье Турции, ну, какая-то фраза, Турция, Гиппо, там, и, да, Солнце, ну, всякие такие же, Йога на природе, лучше выгрузить просто чистые фразы на нейтральном фоне или с фотографиями они лучше как-то продаются. Стоит ли использовать подложку фотографии для улучшения продвижения, вот, в чем вопрос. Или лучше белый фон там или черный фон, и ставьте куда хотите. Может, не так, да, на самом деле. Да, это, ну, вы никогда тоже не узнаете, что вас там выстрелит, поэтому я бы сто процентов на фотографии тоже там загрузила, да, это может там отдельно использоваться, но, скорее всего, чаще у вас будет качать то, что без фона, изолент. Да, потому что тогда больше вариантов применения. Куда поставить? А фотографию, подложку использовать свою? Конечно. Да, да, да. Ну, точно так же, как вы загружаете. Да. А если отдельно фраза, то это уже вверх, тогда это больше. Ну, можно... Ну, и так, и так. Да, и то, и то. Вот, вот, тут, да, конечно, это, вы должны по максимуму возможности все использовать, не думать там, что у вас будет продаваться лучше, вы это, как бы, заранее, но вряд ли не знаете. Идея, ну, дизайнеры, вот я, допустим, делаю какие-то баннеры, ну, рекламные, я растер покупаю, вектор, ну, как бы, если черно-белый, то вектор, там, он, нажал, и вот он, и вектор. То есть, я думаю, не сложно, в принципе, я думаю, что можно и растер купить, да, правда, если черно-белый, ну, нет, я понимаю, поэтому, если кто в векторе работает, я думаю, что и векторе, кто вектор покупает, я думаю, что тот и может растер купить. Да, бывает так, что вот, ну, какое-то время я грузила еще, когда можно было, да, растеровые семиляры, и у меня бывает, ну, даже один, видимо, покупатель, да, покупает и вектор, и растер. Мне кажется, тут кто-то слушает. И вот еще по поводу фотографии интересно, допустим, если фотографируешь, я люблю текстуру, фрагментировать и выкладывать, вот, например, вязаная текстура, я должна бы сказать, что это я сама связала, или я могу все это сфотографировать, думать, фрагментом, вязку? Ну, на самом деле, вот есть несколько брендов, мне кажется, я даже кидала на канал как-то информацию, у которых зарегистрированы, например, там, типа шов их, ну, то есть никто не может, там, уникальный какой-то там супер-шов или еще что-то, но это на самом деле достаточно мало, это в основном какие-то там супер-лапшие. То есть, в принципе, любые там ткани, трапировочки, это можно. А если, допустим, здесь на фото нет людей, то можно без релиза? Да, и даже если люди спиной или там силуэт, или там кусок человека, то, в принципе, если это силуэт, например, ну, человек лицом там стоит или в профиль, то там, в принципе, могут не принять без релиза, нужно просто проверить в фотошопе, там, подтянуть во все стороны, например, там, по свету и так далее, потому что, если вы там куда-нибудь подтянете и будет тогда уже распознаваться лицо, тогда как бы нужен релиз. Или можно просто все это там затереть, чтобы действительно черным было. Я вот текстурка, например, грузу, чтобы 20-30, наверное, загрузил, ну, часто для решения. У меня портфоли, без релиза, у меня так сразу не было. Да, быстро. У меня портфоли, чтобы, мне кажется, фотографии к тысячам надо делать, чтобы покупать. Ну, вот я говорю, вот у меня вот муж вот именно вот эти вот моторы сфотографировал, и... 10 часов в 10-х годах сфотографировал, да, планиру, бомбом, переводы их нарубают, нарубают. Я считаю, что раз на раз не приходишь, чтобы композиция неизвестно, что действует. Я не представляю, что-то новое. Как композиции какие-то придумают? Потому что я пыталась сама что-то писать, и у меня все время сложится, что даже стыковать два слова в какую-то композицию. То есть только в одну строчку нормальная, когда я начинаю друг на другом, так перемещать, мне все время сложится. Ну, композиция — это вообще, да, отдельная большая тема. Я, конечно, сейчас за три минуты вам не открою такой секретный секрет, да, который вы сможете универсально использовать. Но вот что помогает, есть определенные схемы. Они даже есть в открытом доступе. Например, есть такой известный леттерер Стефан Кунс. Вот, он как раз даже эти схемы, ну, у него, как и есть, опять же, он и открыто выкладывает, и можно у него купить. То есть уже... Стефан Кунс. Вот. Ну, там именно по блокам, да, вот схемы блоков, куда вы вписываете слова. Понятно, что композиция... У меня спередуло... Ну, в инстаграме тоже, опять же, писалось на кого-то, и мне прям штук 20 этих композиций рисовали. Ну, да, можно как бы, особенно там, на первых этапах, да, можно это использовать активно, ну, и в дальнейшем. Просто в дальнейшем уже будете видеть, как это все, да, скомпоновывать. Ну, в леттеринге, как и в любом другом направлении, да, рисовании, есть тоже там свои законы именно композиции, и... Ну, желательно, чтобы была симметричная, желательно, чтобы вписывалась в какой-то... либо там в круг, либо в квадрат, да, чтобы у вас там не отдельно были по листу слова-разбросы, да, чтобы именно они, ну, гармонично с друг с другом сочетались. И также шрифты, да, тоже там должны сочетаться между собой, то есть, ну, не советую, особенно там в начале, да, использовать слишком много шрифтов. Можно выбрать даже один, попробовать его просто по-разному модифицировать. Вот, ну, это как бы, это то, что нужно изучать, и дальше это насмотренность и нарабатывать, да, именно чувства вот в руке, скажем так. Вот, тогда это уже будет... Ну, вы будете видеть, где что-то не так. А еще по стопам можно вопрос? Я вчера смотрела по фонам на Adobe, кажется. Ну, какие популярные фоны, популярные фоны. Вот, и там есть подборки, допустим, там сет из шести. То есть, есть такая картинка, где прям показаны, какие там будут, и они надпись там сет из шести фонов вносит, получается, в одном файле. Как это технически реализовывается? Ну, это, скорее всего, там вектор, наверное, был. Да, вектор, ну, просто на одном большом, там, 5 на 5 тысяч, ты с вами туда вставляешь, а вот эта картинка, которая показывается в превью, ну, то есть там... Да, раньше же превью отдельно грузили, можно было это создать как-то, а сейчас-то как-то... Сейчас ты как грузишь вектор, он превью-то, и вот и будет вот этот вектор, который ты там... Ну, да, ну, просто если там сверху что-то подписано, это же вектор, его можно в дальнейшем, что сверху подписано. А, да, просто сделать как был превью. Ну, да, единственное, что вот, ну, сразу там так не получится нормально сделать. Ну, можно там, не знаю, какие-нибудь там 3 сделать рядом, и снизу подписать что-то, ну, тогда уже и не сверху фон. Ну, и так же с открытками, например, всякими тоже. Если это растровые, то и у вас там какой-то, не знаю, фон с цветочками, еще чем-то, то лучше как бы сверху, сверху цветочков не писать, потому что человек не сможет там это нормально удалить, заменить. Да, если вектор, то без разницы. Там вопрос, как раз можно ли грузить отдельно растровые копии. Сейчас нельзя. Ну, да, сейчас не стоит. Можно чуть-чуть что-то изменять. А варанком пункт? Ну, вектор не особо, ну, ну, так, сейчас 50 на 50 вектор растр, но вектор такой простенький, в принципе, не особо пользуется даже варанком. Ну, так, пару раз смотрели, что там, какие-то паутины, еще что-то, кто послушал. А до этого, ну, конкретно, там, мой портфель, он был в 4 раз травм, вот, сейчас 50 на 50. Ну, может, сквозь, я в каких-то, не особо. А у меня вопрос, если вдруг кто-то рисуется в векторе и при этом использует iPad, облегчает ли это работу или не имеет разницы просто для его привычки? Я не чувствую, не знаю, мне тоже не интересно. Есть, смотря, как рисуете, то есть, если, например, так же вот, проще, например, нарисовать на iPad, чтобы потом не фотографировать, не сканировать, а сразу перекинуть там в иллюстратор и там уже дальше работаешь. Да, просто вот мне сложно, что, типа, нужно сфотографировать, закинуть в иллюстратор, там, это, скорее всего, либо от трейсов, либо обвести. И вот с этим как раз, вот, особенно с обвести, у меня вообще большие проблемы, у меня быстро это не облегает, у меня все весит, и я отбросаю. Есть векторные программы для iPad? А, да, ну вот у меня это iPad, я думаю, покупатель, я думаю, имеет ли это смысл или вот, ну, насколько это может облегчить работу с вектором, или это просто дело привычки, и это не надо делать? Ну, там тоже надо привыкать, ну, в принципе, как бы, стоит попробовать, может, у кого-то там, не знаю. Есть ли ручная какая-то техника, что вот, да, мне тоже, допустим, в иллюстраторе там сесть, что-то нарисовать, меня вот не верят, и мне надо держение руки, как-то, я там, не знаю, ну... Графический планшет спасает, что она прописывает. Ну, вот меня не спасает, вообще нет. Я, кстати, тоже не знаю. У меня не какой-то разрыв, то, что, типа, рисуешь здесь, смотришь на графический планшет, и все, у меня мозг такого-то ограничивает, и я экран, да. Планшет-монитор. Да. Он чуть дороже, но он дешевле, чем iPad. У вас что? Нет, у меня нету, я просто говорю, что если графический экран, то... Ну, на самом деле, я тут задумалась об этом, и смотрела всякие обзоры, буквально вчера, позавчера, вот, и Wacom не сильно отличается от какого-нибудь там X-Pen, который чуть дешевле, он китайский, но... Он сильно дешевле. Да, да, он сильно дешевле, но не сильно отличается по техническим характеристикам. Просто Wacom он, как бы, ну, так, как сказать, разрекламированный. Рандированный. Да, рандированный, он еще давно... Вот. И еще Parblo. Парбло. Парбло. Он, например, в одной... Пар-р-бло. Ну, я не знаю... Парбло. А вот это вот, вот это вот движение, когда потом все падает вот отсюда... Да, да, это срок. И с графическим планшетом, мне кажется, да, ну, как бы, к нему реально нужно приноровиться, потому что ты не можешь смотреть на экраны... Ну, вот я уже несколько лет не могу приноровить, потому что это не реально. Может, это еще психологически? Да. Может, да, потому что... Вы же бумажкой пользуетесь. Ну, я, конечно, регулярно пользуюсь, но вот конкретно рисовать-то не получается. То есть, обрабатывать, корректировать, там, пером работать, это без проблем, а вот именно отрисовывать что-то... Может, и не на отсюда. Ну, просто мне хочется рисовать, я поэтому думаю, что, может быть, купить айпад и насколько это может... Решить эту проблему. Ну, кажется, нужно попробовать просто. Ну, потому что его удобно можно с собой носить. Да, лучше, чем айпад лучше, чем графический экран, это то, что ты можешь убрать с собой и потом дома доделывать. А экран все равно в компьютер подключается, то есть, в любом случае, все равно компьютер должен сидеть. Ты рисуешь на нем, и одновременно там у тебя на экране и рисуется тоже и здесь на экране, и там иллюстраторный. Вот, то есть, ты не сможешь взять никуда отдельно и порисовать. Ну, это понятно, да. Ну, вот в этом случае планшет, конечно. Девушка, у кого-то кроме вакуума есть что-то, кто может дать живой отзыв, чтобы... Да. У меня у знакомых только вакуумы. Ну, у меня очень старая версия. И мне кажется, что... Можно же для начала купить вакууму-то недорогую или вакууму, но если... Ну, чтобы понять, как вакуумы... Ну, хотя бы даже вакуумы покупать. Ну, что вакуум тоже 20 тысяч. Ну, экстрементом, срочно 20 тысяч. Ой, да, я свой вот недавно Авито предложится две спорные. Да. Можно, да. Можно это также купить и потом продать, если не понравится. Ну, в смысле, покупать достаточно быстро. У меня много кто... Ээээ... Нет. Бамбур какой-то. Да, какой бамбур. Бамбур какой-то. Какой-то дурацкий сталь. Он что-то хоть давал возможность какую-то делать? Или он дуркинул? Нет. Он вообще нормально работал. Все вообще ок. Мне просто не понравилось. У меня очень старая версия этого шерта. Которая тоже, типа, ВВУ покупала и я их пользуюсь. Просто отрисовать не получается. Да. Потому что большая версия. Мне неудобно. А так он практично работает. Ну, короче, по-разному. Да. Ему проще работать, чем мышкой. А сейчас в том же эллюстраторе. Потом... Ну, да. Ну, да. Ну, да. У меня вот так варень там вырезают, чищают. У меня вот так варень там вырезают, чищают. У меня вот так варень там где-нибудь, чтобы пропустили. Вопрос. Там можно было вообще... Да. Не помню. Но у них периодически там раз в 3-4 месяца, в 6 все бывает. Если смотреть вектором, помимо эллюстратора же еще где-то можно. Коралл. Ну, много перешли в коралл. Ну, если... Я вот рюмнички, да? Ну, такая самая, задавая. То есть или нет, я была иллюстраторе не особо. Где еще написала? Вообще, есть же какие-то приложения, мне кажется. Что-то даже в чате писала у нас. Я говорю, это слишком сложно. Начать иллюстратор уже. Да. Иллюстратор все равно. Да. Какие-то башни, такой, да. А там кто-то слышит, что не все одинаковые. Иллюстратор, фотошоп, и все прочее. Смотрю на одном доме. Мне, конечно, проще сразу учить на иллюстраторе, потому что потом все равно придется к нему прийти. Можно? Потому что, ну, у меня даже, допустим, на планшете, да, есть там векторная программа, можно сразу там вектор рисовать. Но он не сохраняет EPS 10. То есть все равно ты закидываешь в иллюстратор, пересохранишь EPS 10, и потом только закидываешь. Иллюстратор не такой страшный, мне кажется. Можно ли в релиз ставить фото айпада и на эту фото накладывать рисунок? Ну, в принципе, можно, просто вопрос зачем? Я не знаю. Если нечем заняться, то можно. Странный вопрос. Ну, да, на этой неделе анонсирую. У нас там будут еще всякие встречи рисовальные, оффлайн и так далее. Бесплатные, да. Можно прийти порисовать? Да, 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 да. Ну, на разные темы. Ну, вот на, вроде, на следующей неделе. Ну, сейчас после выходных там уже опубликуем какое-то расписание. Интересно. Ну, на январь вот запланировано точно. На определенную тему будет расписано. Ну, да, разные. Ну, сейчас перед Новым годом точно на следующих выходных по плану новогодней открытки там акварели, по-моему, или акрилы. Можно просто посмотреть. Ну, что у нас там по плану? Вообще с Витера, да? А? Да. Ну, у нас Юля из Магадана, которая в марафон. Да. И там еще одна девочка из Москвы. А виду, у вас есть марафон по Creative Market? Ну, мы его перенесли на срочный январь. А у нас тоже есть марафон по Creative Market появился? Да. Ну, об этом уже после Нового года решили перенести. Потому что перед Новым годом, мы планировали перед Новым годом делать. Но, короче, мне кажется, что перед Новым годом, в общем, всем не до этого взяла. Поэтому будет вообще непродуктивно и, короче, все. У меня вопрос про регистрацию, потому что, ну вот, я сама еще не пробовала. Я думаю, я все думаю, регаться на нем или нет. Но я вижу, что у меня очень много знакомых, кто прав, и всех отклонили, почему людей круче меня рисуют, гораздо и опытней. Ну, там разные, нет, ну, были, но такое. Короче, просто нужно что-то сделать такое, что необычное, что их удивит. Да. Подачу или подачу? Подачу. Подачу. Ну, короче, сейчас уже просто не прокатить там какую-нибудь включенную акварельное рисовать или еще что-то. Я недавно нашла, если она отсекалась, там надо еще в описание, вот это с руководителем письма, которое ты пишешь. Нужно написать, где твои работы может применить человек, который будет покупать. Ну, короче, нам нужно сейчас просто, можно сказать, продать себя, чтобы они поняли, что им там интересно с тобой сотрудничать. А это не всегда какие-то продукты? Что? Если не стоит, то какие продукты у нас вы проходили экзамены, если вы передаете? Ну, попозже опубликуем. У нас как раз по плану вот в январе начать вот об этом всем посты и так далее. Хорошо. Интересно. Сейчас пока ничего. Раньше времени не буду раскрывать. Да, просто мне хочется там зарегистрироваться, но вот на слушающихся этих ужасных историй, что классных людей отклоняют, и я такая, ну, просто куда-то даже не имеет смысла. Малисия Заврусская. Она вот на что-то. Но она олеглась давно, она сейчас при регистрации и чего-то подсказать не может. Потому что у нее просто на тему, какие продукты у нас выставляют. Но это понимают. Не сильно сложно. Я спрашиваю про экзамен. Нет, это уже после прохождения экзамена, да. А на экзамен сейчас там все-таки нужно их чем-то удивить. Потому что я знаю, что даже люди, кто регистрируются год назад, таких такой проблем не было. Как сейчас. Ну, как вариант, почему бы нет. Я вот, ну, честно буду тестировать, вот особенно вот этот вот, который вы мне все переставали. Ну, да, первым взял, и мы пошли. В разведку. Там у меня тот же вопрос висит. Мы не доверили вставлять вкладку айпада. Может быть, вот на айпаде нарисованный рисунок. Вот ты фотографируешь айпад с рисунком? Да, да. Мне кажется, проще уже срендить тут как рисунок, как джебек, и закинуть его. Зачем? Можно еще отказать. Что это? Рыбаку, я отвечал на этот вопрос. Если я в этом иллюстрации, какая-то несколько принскринов в процессе создания. Может, да. В середине, в конце. Вот он это рекомендует вставлять в качестве ребёнка. Ну, может, да, на всякий случай там делать. Потому что как потом, если кто-то начнет с тобой судиться, хотя бы так? Ну, прям судиться вряд ли. Сустрее, вы не смотрели прям магиат, что кто-то нарисовал похожее. Судически эти штуки никто не отменял, и стартываемся в жизни. Часто. Как стойки рассудятся между собой, да, там, флагиат. Почта России, МФЦ, там, не знаю, подиклиник. Это выживаешь с этим депутатом, да? Да. А вот насколько, как вы можете сказать, вот по продажу, например, мы загружаем набор какой-то, да, с элементами, и эти элементы отдельно. Насколько есть мысль это делать? То есть продаются ли эти элементы? Я, например, тут вчера как-то анализировала, и вот я видела набор, там, из иконок, там, 500, 600, 1400 иконок в одном вот файле продаются. Ну, это, наверное, совсем какие-то простые прям. Ну, иконки, да. Но все-таки бывают же иконки по одной продаются, и вот такой набор. То есть насколько это вообще, ну, что-то прям. Покупают, на самом деле, так и так. Особенно если это все в разное время грузить. Ну, то есть лучше загрузить по одной. Я помню, что у нас там был какой-то набор, там, рыб, по-моему. Да. И очень странно, но просто кто-то из одного места купил одновременно, там, по-моему, 5 или 7 этих рыб, хотя они были все вместе в одной картинке. То есть много. Ну, короче, часто такое, на самом деле, бывает, да. Особенно если вы в разное время грузите и чуть-чуть разные, там, ключевые слова, то это как раз увеличивает шансы на продажу. Ну, если совсем прям очень простые иконки там, ну, короче, очень-очень простые, то, наверное, нет смысла все-таки по одной. Это, мне кажется, какое-то издевательство над стоками. Ну, можно там делать наборы, не знаю, по 5, например. Да. Ну, это же как с алфавитами, да? А кто-то по одной букве грузит, а кто-то там по 3 буквы. А я просто часто бывает, что в одном портфеле есть и по одной букве, и с одной цель. Да. Это сначала лишь по одной букве все загрузить, а потом... Ну, если прям тоже совсем там супер какие-то простые буквы, то это все-таки издевательство. А если они там все разные, интересные... Ну, да, такое можно по отдельности. Потому что даже не всегда человеку нужны там две буквы. Да, может, просто ему какую-нибудь заглавную букву нужно использовать. Предположим, она одну скачает, а не весь импорит. Ну, кто иконки рисует? Я заметила, что у них как бы какая-то есть цель насимилиарить как можно больше, и они вот эти иконки в различных вариациях. Там даже есть скрипты, да, то есть они не сами это руками делают. Скрипты, которые генерируют там 500 вариаций этих иконок, да, ну, между собой как они там соединяются и загружают это, ну, просто как для количества. Ну, на самом деле, мне кажется, тут тоже должен быть какой-то предел разумного, потому что... Потом эти несколько листов вообще... Я думаю, что вот это раньше такая стратегия была, я не знаю, насколько сейчас шаттер это вообще может пропустить, потому что, мне кажется, у них как раз и есть, да, вот такая вот политика ужесточения против вот таких вот семиллярщиков. Потому что это уже перебор. У меня вопрос. Насколько важно попасть в топ? Ну, с будущей шипер-столка вообще есть ли в этом смысл? Ну, есть смысл в какой-то... Ну, то есть можно иметь много разных продаж, ну, то есть разных тем, если вы просто не можете там на чем-то остановиться и по чуть-чуть всякого разного рисуете, там, праздники и так далее. И там вы вряд ли прям попадете в топы, потому что все-таки... Ну, я имею в виду, не в смысле, что вы вряд ли попадете в топ, а в смысле, что, короче, это сложнее, да, и конкуренция там большая. А если это какая-то узкая тема, на которую вам действительно интересно рисовать, и вы там будете продолжать, не знаю, всю жизнь рисовать и увлекаться этой темой, то тогда это достаточно важно, и это проще, в принципе, сделать. Но тут такая тема, что по деньгам это может быть одинаково, и там, и там, то есть... Ну, то есть рисовать спокойно или какая-нибудь была, что-то куда-то не попало? Ну, да, в этом плане, да. Ну, то есть топы, это не всегда гарантировано, что это больше денег у кого-то. Да, да. Да, вот, вы уже слышали про микролектора. Ну, стокер, он, наоборот, не поконтирует, что не попадает в топ, нужно выбирать, не шифр, не может попасть в топ. Он тупо рисует на топ. Ну, то есть вот, человек так же, не совсем другая стратегия. Ну, да, всё хорошо. Но в годы, что если ты не попадаешь в топ? Не так, что ты не попадаешь в топ? Нет, ну вот именно с узкими нишами, да, всё-таки это важно. А там всякие праздники и так далее. И с узкими, да. Несмотря на сколько, если там, скажем, 700 работ... Тысяча. Ну, ты пойдёшь в топ. Может, возьмём и скачаем? То есть 500 от 500 до 1000 страниц вылечим. Ну, такое, что... Средние частотные темы. Сколько? Мне кажется, значит, всё лучше пытаться сходить с ними. А уже мышцы спину всем. Ну, тут, мне кажется, в принципе, у вас такая же... Вариантов столько же у нас попасть. Просто пахать? Смотря по какому запросу, кажется. Там по запросу вектор, наверное, не реально. Ну, да, кстати. Это пышеный фонд 6 миллионов этих. Ну, будет, тогда эти полоски снимают 6 миллионов копейки. А вот стоит ли добавлять, например, запрос технику? Например, там, Дудо, да? Какой-то там фраза или что-то? Ну, чем более точно будет описана тема. В последнее время шатра у меня началась понять. Ну, исключение в горячих писалайте. Это типа шеринг или драйвинг, какого-то повождения. Шеринг, как-то шаривать. Это вот с чем связано. Он мне прям не дает уже вбиваю мне сразу. А в картинке-то относится к словам? Потому что мне кажется... Я считаю, что это слово относится, а у меня раз 7 недопустимых слов. А там может очень подходят. Даже они не скажут. Я не знаю, а откуда эти допустимые слова освобождение? Это как бы это же драйвинг и есть, да? Почему это? Честно, я не замечала вообще такого. Я замечала, но я не знаю почему. А вот эти вот какие-то вопросы, которые записываются, где будут потом? Я думаю, что пост. Может быть несколько, да. Так, почему? Почему, что? Короче, выделяется. Сейчас поговорим. Прямо, конечно. Я напишу в описании ключевые слова. Можно ли, чтобы описание ключевых слов состояли из разных слов, или можно, чтобы они повторялись? Или нужно стараться так, чтобы описание более абстрактный фон, например, акварель, что-то еще, а в ключевых словах уже эти слова не используют и чем-то другим забить? Нет, можно, чтобы повторялись, но тоже в разумных пределах, например, в названии лучше не писать несколько раз одно и то же слово, даже если несколько разных предложений, потому что это может считаться за спам какой-то, а именно в названии ключевых словах можно повторяться. На некоторых стоках есть отдельное название и описание, там тоже по-хорошему они должны отличаться хотя бы одним словом, но лучше побольше, на которых нет, в принципе, можно повторять. Например, если написано в описании, что это акварельный фон, то есть смысл в ключевых словах тоже дублировать, что это акварельный фон? Мне кажется, что ключевых, ну, если писать отдельное акварельный, отдельный фон, ну, можно и так, и так, и так, но, конечно, это часто хорошо, когда пишешь вместе или нет? Типа одним ключевым. Да, если есть смысл, какими-то фразами ключевые. Нет, кстати, кто-то рассказывал, что это неэффективно, что ничего и слово, а то. Ну, просто, например, я сталкиваюсь раньше, типа, когда ты пишешь, например, тоже hand-drawn, да, оно в одно слово не пишется, типа два. И вот, типа, которых разделяешь на два ключевых, это вообще какая-то бельгерна получается абсолютно. Ну, те, которые именно фразы какие-то, да, можно иметь сейчас. Типа бесконечный фон, например, не там, ну, ручная, там, работа. А вы как-то сохраняете, вот, например, ключи потом уже в ЕПС через АДО? Нет, через, ну, в субмитрии, я думаю, хранятся, в принципе. Субмитрии, ну, да, там все проключевали. Ну, потом смотрим, там, по каким, например, какая-то тема, по каким ключевым словам, ну, если доступна эта информация.